Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений имеет ровно 6 решений. Самое первое замечаем, что второе уравнение это модуль равен a. Модуль отрицательным быть не может, а значит a больше либо равно 0. То есть можно рассмотреть отдельно либо больше, либо равно 0. Мы так и сделаем. Если a равно 0, тогда что? x умножить на y равно 0. Значит или x или y равен 0. Предполагаем, что x равен 0 или y равен 0. И подставляем это в первое уравнение. Получается a, y это будет 0, a, x это будет 0. И от первой скобочки у нас останется только 2. От второй скобочки оставится у нас только y равно 0. Отсюда y равно 0. Так, считаем второе. Получается, вставляем вместо y к 0 и вместо a 0. От первой скобочки у нас также останется 2. От второй скобочки у нас останется минус x. Тогда x тоже равен 0. Ну и мы видим, что это у нас одна точка. А нам нужно 6 решений. Значит нам это не подходит. Никакого разнообразия здесь у нас нет. Если a равно 0, то только вот так. Только вот так. Значит давайте рассмотрим a больше 0. Возвращаемся и смотрим наше первое уравнение. Здесь у нас произведение равно 0, когда один из множителей равен 0. То есть что у нас? Или a, y минус a, x плюс 2. Так, a, y минус a, x плюс 2 равно 0. Или y минус x плюс 3а равно 0. y минус x плюс 3а равно 0. И здесь если модуль раскрыть, выразить y, тогда у нас что будет? y равен плюс минус a делить на x. y равен плюс минус a делить на x. Давайте из каждого выразим y. Если здесь выразим y, смотрите, нам здесь придется делить на a. А мы делить можем, потому что у нас условие, что a больше 0, строго больше. Значит отсюда y равен x минус 2 делить на a. Отсюда y равен 3x минус 3а. И здесь все то же самое. Плюс минус a делить на x. Давайте примерно разместим, как это будет выглядеть. y равно плюс минус a делить на x. Это гипербола. Как-нибудь вот так вот ее порисуем. Вот она гипербола. Посмотрим на наши прямые. Что значит y равен x? Это значит наклон вправо, они обе возрастающие. Наклон под 45 градусов, потому что коэффициента никакого нет. И у нас с вами смещение вниз. Одна смещена на 2а, а другая смещена на 3а вниз. То есть располагаться они будут примерно вот так. Ну и давайте посмотрим. Одна из них будет так, как уже нарисована, а другая, еще другое мы должны решить. Мы будем отталкиваться от касательных. Но если мы нарисуем, что первая, одна из них будет касательной, то сколько у нас будет решений? Ой, сколько у нас будет решений? Раз, два, три, четыре, пять. А нам нужно 6 решений. Значит, мы нашу вот эту нижнюю прямую должны передвинуть вниз. И тогда идеальное решение у нас будет здесь и здесь. Все упирается в тно. Так, тут у нас продлевается гипербола. Два, три, четыре, пять, шесть. Да-да, вот если синие прямые мы будем рассматривать как идеальное решение, то синие прямые действительно дают нам 6 решений. Вопрос в том, какое смещение у нас больше, а делить на 2а больше или 3а больше. Вот в этих случаях, короче, два случая будет. Одна прямая будет ниже, другая выше. Что еще может произойти с этими прямыми? Они могут совпасть. Давайте это проверим. Что будет, если прямые совпадут? Что будет, если прямые совпадут? Нам это нужно найти, чтобы это исключить. То есть, если прямые совпадут. Тогда что у нас получается? x минус x делить на 2 равно x минус 3а. Пум-пум-пум. Так, вот эти x у нас уничтараются. Откуда я взяла x на 2, когда у нас 2 на а? 2 на а. 2 на а. Так, тогда у нас получается минус 2 делить на а равно минус 3а. Домножаем на минус а. Тогда это получается 2 равно... Давайте сразу перенесем. Так, ладно. Невнимательность моя меня подводит. Давайте я сначала перенесу. Тогда это будет 3а минус 2 делить на а равно 0. Доомножаем на а. Тогда это получается 3а квадрат минус 2а делить на а равно 0. А не равно 0. И так, а выносим за скобки 3а минус 2. В общем, простите меня за мою супер невнимательность. Это просто пипец. Мы же приводим к общему знаменателю. Мы тогда умножаем на а. Двойка остается просто двойка. Знаменатель а равно 0. Дробь равно 0. Когда числить 0, 3а квадрат минус 2 равно 0. А квадрат равно 2 третьих. 2 третьих переносим плюс. Да, все верно. И тогда а равно плюс-минус корень из 2 третьих. При условии, что а больше 0. А больше 0. Тогда а равно корень из 2 третьих. Еще необходимо обсудить, что этот случай нам не подходит. Этот случай нам не подходит, потому что если прямые сольются в одну прямую, вернемся к нашему. К нашему. Пусть будет какая-то желтая. Желтая. Плохо ее видно, но да. Вне зависимости, где она будет располагаться, вверху или внизу, у нее будет максимум 4 решения. То есть максимум 4 точки пересечения. А нам нужно 6 решений. То есть 6 точек пересечений. Наши прямые должны быть отдельно. Начнем с того, что рассмотрим случай, когда одна прямая является касательной. Так, давайте по порядку. Получается, у равно х минус 2 делить на а. Так, у равно х минус 2 делить на а. Смотрите, чтобы я ничего не перепутала. Так. Они пересекают вот эту ветку. Эта ветка у нас принадлежит гиперболе с отрицательным коэффициентом. То есть игрок равно минус а делить на х. И так как это касательная, касательная, одна точка. Одна точка пересечения с этой веткой будет. Дискриминант будет равен 0. Это будет квадратное уравнение, дискриминант будет равен 0. Так, ну что, приравниваем. Х минус 2 а делить. 2 делить на а равно минус а делить на х. Так. Все в одну часть. Приводим к общему. Все в одну часть. Х минус 2 делить на а плюс а делить на х равно 0. Потихонечку домножаем сначала на а. Х минус 2 плюс а квадрат делить на х равно 0. А теперь умножаем все на х. Да, вы нашу внимательность не дала нам сбой. Плюс а квадрат равно 0. Отлично. Решаем через дискриминант. Так, дискриминант равен 4 минус 4 а квадрат умножить на а. Считаем. Это получается 4 минус 4 а в кубе. Давайте четверку вынесем. Это будет 1 минус а в кубе. Так, это все равно 0, потому что точка пересечения только одна. Получается 4 умножить на 1 минус а в кубе равно 0. Делимся на 4. 1 минус а в кубе равно 0. А в кубе равно 1. Отсюда получается, делаем вывод, что а равен 1. Что значит а равно 1? Это значит, наша игрок равно х минус 2 делить на а является касательной. Вот она черненькая. Вот она черненькая. Игрок равно х минус 2 делить на а вот она касательная. Про вторую мы пока ничего не знаем. Про вторую мы пока ничего не знаем. Чтобы узнать про вторую, нам необходимо понять, а кто ниже. А кто ниже. И давайте сравним наше а с корнем из 2 третьих. Где он? Где он? Вот. То есть, наши прямые совпадают, если а равно корень из 2 третьих. У нас а равно 1. Я думаю, вы все согласны, что 1 больше, чем корень из 2 третьих. Что это значит? Это значит, что мы, в принципе, можем найти смещение. Давайте подставим. То есть, у нас первая прямая это игрок равно минус 3а, а вторая прямая игрок равно х минус 2 делить на а. А равно 1. Если у нас а равно 1, тогда что? Игрок равно х минус 3. Игрок равно х минус 2. Это значит, что минус 3 у нас ниже, чем минус 2. Но мы ведь работали вот с этой прямой. А она была касательной. То есть, как это выглядит прямо сейчас на самом деле с тем, что мы работаем. Мы работаем вот с этим. Так, гиперболы у нас никуда не делись. Гиперболы никуда не делись. Получается, что 1 прямая смещена вниз на 3, а другая на 2. Это значит, что вот эта прямая, с которой мы работали, она находится выше. То есть, так, как нам и надо. Так, как нам и надо. Вот она. Почему я эту ветку так нарисовала? Простите, что я тяну время. Если вам очень прямо, очень-очень нудно и тяжело, сделайте скорость х 2. Так, вот. Вот она, наша прямая. Это у равно х минус 2 делить на а. Что значит х минус 3? Это значит, наша прямая, вторая, которую мы пока не трогали, опущена ниже. Опущена ниже. Вот так. И дает нам сколько решений. Сколько решений она нам дает? 4, верно? 1, 2, 3, 4. А здесь мы нашли, что вот эта наша прямая является касательной. То есть, при а равно 1, наша прямая является касательной. При а равно 1, у равно х минус 2 делить на а. Это касательная. Но если она касательная, то у нас только 5 решений. 5, а нам нужно 6, значит, нам нужно ее поднять. Согласны ли вы, что если мы что-то поднимаем, должно быть больше 1, а пускай меньше 1? Так как мы должны ее поднять, то а у нас от единицы до плюс бесконечности. Ура! Мы разобрали первый случай. А у нас от единицы до плюс бесконечности. Скобка круглая. Скобка круглая, потому что, если она квадратная, то она должна подходить в виде касательной, а она виде касательной не подходит. Теперь делаем все то же самое, только с другой прямой. Только с другой прямой. Я с такой чувствую. Вторая прямая у нас у равно где, где, где? х минус 3а. Давайте вот здесь. Вторая прямая у нас у равно х минус 3а. Она точно так же будет у нас касательной гиперболи. у равно минус а делить на х. И так как она касательная, только одна точка пересечения, то дискриминант равен нулю. Так, получается, х минус 3а равно минус а делить на х. Переносим. Минус 3а плюс а делить на х равно 0. Домножаем все на х. Получается х квадрат минус 3а х плюс а равно 0. Дискриминант находим. 9а минус 4а. Это получается 9а квадрат. Еще раз проверяем. b квадрат. 9а квадрат. Минус 4 умножить на умножь на 1. Да, все верно. Это будет у нас равно 0. Получается 9а квадрат. Минус 4а. Равно 0. А выносим за скупочки. Это будет 9а минус 4 равно 0. А равно 0. И 9а минус 4 равно 0. Четверку переносим будет положительное. А равно 4 девятых. А равно 4 девятых. И вот эту 4 девятых мы должны сравнить с нашей, с нашим разграничителем. С той прямой, где наши прямые совпадут. Корень из чего-то у нас. Корень, 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 корень. Корень из 2 третьих. То есть корень из 2 третьих это наш разграничитель. А может быть либо больше, либо меньше. Иначе прямые наши совпадают. Давайте сравним. 2 третьих и 4 девятых. Причем вот корень. Сравним. Получается. Все возводим в квадрат. Это будет 2 третьих. И здесь будет 16,81. Приведем к общему знаменателю. Замножим на 27. 27 на 2 явно больше, чем 16. Это 54, да? Значит, наши 4 девятых меньше, чем корень из 2 третьих. И чтобы сравнить, чтобы найти, где какая прямая у нас располагается, мы эти 4 девятых можем подставить в нашу формулу для прямых и найти это смещение. Получается, первая формула это х-3а. Вторая формула у равно х-2 на а. 4 девятых прям под самым вместо а. То есть, у равно х-3 умножить на 4 девятых. Это будет у равно х-4 третих. То есть, х-1 целая 1 третья. Здесь у равно х-2 поделить на на 4 девятых. Тарадро переворачивается. У равно х-2 умножить на 9 делим на 4. У равно х-18 на 4 4 с половиной. И сейчас мы видим, что ниже опущена вот эта прямая. А эта прямая у нас выше. Как в том случае, как нам и надо. То есть, как это сейчас выглядит. Я думаю, вы уже понимаете, о чем я. Гипербола наша. Так. Так. Так рисовать нельзя скругленными штучками. Получается теперь вот эта нижняя прямая это игрок равно х-2 делить на а. Вот она дает наши 4 решения. Если продлить вот она будет. И потому что она ниже опущена на мидс минус 4 целых ниже находится чем минус 1 целая. А вот эта прямая у нас касается и дает нам 3 решения. А нам нужно ее поднять. Нам нужно ее поднять. И чтобы нам ее поднять мы возвращаемся вот сюда. 4 девятых меньше чем корни из двух третьих. Значит нам подходит все что меньше чем 4 девятых. Но при условии что а у нас больше нуля то здесь у нас а принадлежит от нуля до 4 девятых. Как это еще когда этого еще можно догадаться? Можно просто подставлять. Например мы понимаем что мы нашли 4 девятых. у нас есть разграничители 1 корень из двух третьих и 4 девятых. Но вы можете подставить что нибудь. Давайте вообще проанализируем. Здесь мы на дробь умножаем то есть вот это всегда становится меньше меньше а здесь становится больше верно по модулю больше то есть чем больше а мы увеличиваем тем ниже опускается вот эта прямая и выше поднимается и выше поднимается вот эта прямая. Давайте прямо подставим подставим так у нас получается чтобы определять какой промежуток нам нужен нам нужен так допустим у нас есть разграничитель 1 и разграничитель 4 девятых верно и наше а ни в коем случае не должно равняться корень из двух третьих мы поняли что а 1 больше чем корень из двух третьих но четыре девятых меньше чем корень из двух третьих именно поэтому мы взяли такие знаки от 1 до плюс бесконечности и от 0 до четырех девятых и еще у нас условия а больше нуля но вот это то что нам нужно прямую поднять может давать такой ступор что нам же нужно поднять нам нужно вот этой точки до плюс бесконечности и чтобы не запутаться давайте подставляем давайте подставляем сначала с единичкой то здесь нам какую прямую надо было поднять как у нас располагалась где наш чертеж вот он наш чертеж то есть внизу у нас располагалась прямая y равно x минус 3 а а сверху располагалась y равно x минус 2 делить на а и нам нужно было ее поднять и чтобы ее поднять нам нужно было ну просто можно подставить что-нибудь отличное от единички где 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 вот например y равно x минус 3 а и y равно x минус 2 делить на а чтобы понять что у нас куда у нас прямые двигаются например вот один да непонятно брать больше одного или меньше одного давайте подставим допустим а равно 2 если а равно 2 то тогда x равен y равен x а если y здесь тогда x минус 6 тогда что у нас произошло y минус x что это за прямая это прямая которая проходит через центр координат то есть та прямая которая нам была нужна в первом случае с которой мы работали она поднялась мы взяли правильное число нам и надо было чтобы она поднялась потому что именно она была касательной что произошло с второй она опустилась вниз на 6 то есть она стала еще ниже или чтобы убедиться что мы все взяли правильно давайте возьмем допустим 0 если а равно 0 ой тут x минус 1 да я обсчиталась x минус 1 так нет 0 нельзя брать потому что у нас а так 0 нельзя брать а вообще у нас в принципе больше 0 давайте возьмем одну вторую одну вторую если мы возьмем 1 2 тогда y равен x минус 2 поделить на 1 2 все подробно пишу потому что ошибаюсь минус 3 умножить на 1 2 так y равно x минус 4 а здесь y равно x минус 1,5 и видим что вот это сильно опустилась опустилась ниже чем вот это а нам так не надо это из первого случаем разбираем мы подставили поняли как меняется положение наших прямых только потом уже делаем вывод мы поняли что нам вот эту прямую а плюс 1 вот же тут надо написать минус 1 вот поняли как наши прямые себя ведут мы понимаем что нам вот эту прямую надо поднять значит она должна быть выше чем 2 минус 1 действительно выше чем минус 6 значит нам нужно брать то расстояние что больше единиц от единицы до плюс бесконечности теперь давайте все то же самое проделаем с 4 девятых здесь мы взяли промежуток от нуля до 4 девятых но проблема в том что нам же нужно поднять и создает такое впечатление что от 4 девятых до плюс бесконечности но в то же время у нас 4 девятых меньше чем разграничитель поэтому тоже чтобы себя проверить мы берем и какие-нибудь результаты отличные от 4 девятых поставим наши функции это мы говорим уже про второй случай когда мы в виде касательной брали у равен х минус 3 вот эту прямую брали в виде касательной так еще раз у равно х минус 3а вот она должна сейчас подняться она должна сейчас подняться вторая без разницы а если она поднимется то вторая опустится у равно х минус 2 делить на допустим 4 девятых мы взяли это такая крайняя точка когда одна из прямых является касательной и получается что нам нужно теперь проверить при каком значении при большем 4 девятых а или при меньшем на 4 девятых а наша вот эта прямая которая является касательной поднимется нам нужно чтобы она поднялась подставим что-нибудь больше чем 4 девятых 6 девятых давайте подставим у равно х минус 3 умножить на 6 девятых у равно х минус 2 у равно х минус 2 поделить на 6 девятых у равно х минус 3 х минус 3 так и что она все равно выше чем вот это верно а давайте проанализируем что произошло x минус 2 где она была на было вот здесь x минус четыре с половиной да здесь мы находили так давайте посмотрим коэффициента то есть она где находилась она находилась в x минус одна целая одна треть это смещение вниз было на одну целую третий мы подставили число больше чем четыре девятых и она сместилась куда вниз было минус 1,1 3 сказала минус 2 она сместилась вниз это не то что нам нужно нам нужно вверх значит мы понимаем что если значит что нам числа больше чем 4 не подходит а подходит числа которой меньше чем 4 нет давайте проверим давайте кстати посмотрим 2 куда делась сейчас она опустилась в минус 3 а где она была она была в минус четыре с половиной значит она поднялась а нам такого не надо и давайте подставим что-нибудь меньше чем четыре девятых допустим игрок равно 1 9 звали так получается игрок равно x минус 3 y равно x минус 3 а тогда что это игрок равно x минус 3 девятых игрок равно x минус 1 3 то есть она была опущена на минус одну целую одну третью а стала опущена на ту третью она поднялась так и давайте второе игрок равно x минус 2 делить на а игрок равно x минус 2 делить на 1 9 игрок равно x минус 18 она еще ниже опустилась ну так и должно быть там она хоть на бесконечности может опускаться она все равно пересечет 4 решения в нашем гипербола в общем я надеюсь что это понятно я очень надеюсь что это понятно то есть что мы сделали давайте еще раз еще раз итоги мы нашли модуль мы нашли модуль мы нашли что модуль равен а модуль всегда у нас положительное число значит а больше либо равна 0 рассмотрели да в знак больше не равно входит отдельно больше нуля отдельно равно 0 мы рассмотрели равном не подошло потому что у нас одно решение 001 решение подходит стали рассматривать а больше нуля отталкивались от того что одна прямая является касательным но сначала сначала мы рассмотрели тот случай когда наши прямые совпадают то есть что то это такое, когда наши прямые совпадают. Это та прямая, которая является разграничителем. Та прямая, которая является разграничителем. Они могут совпасть только один раз, только в один момент. Дальше они разъезжаются. Дальше они находятся в разных местах. И чтобы поймать одну из прямых, мы делаем ее касательной. А потом поднимаем. Как только мы нашли А, мы можем подставить в наши формулы и найти конкретное смещение, чтобы понять, где находится каждая прямая. Мы поработали с первой прямой. Мы поработали со второй прямой. Можно понимать, как из смещения, а можно понимать, как сравнение с ограничителем. Не с ограничителем, а с разграничителем. Вот так вот. То есть, если один больше, чем наш разграничитель, то мы берем больше, чем один. Если 4 в девятых меньше, то мы берем меньше. Но, опять же, если мы не уверены, мы обязательно подставляем какое-нибудь число отличное от 4 в девятых и одного. Подставляем число больше и меньше и смотрим, как ведут себя наши прямые, куда они смещаются. Мы работаем с одной прямой, и мы знаем, как она должна себя повести. На вторую не смотрим. Вторая будет опускаться. То есть, если мы работаем с этой, то она является касательной, это не подходит, она должна подняться. Ну все, я думаю, что вам понятно. Буду благодарна лайкам, комментариям. Отсылайте это друзьям. Это не скажу, что просто, но и не так сложно, как кажется. Удачи вам, у вас все получится. Полчаса, мы полчаса это разбираем. Вот. Если понятно, обязательно ставьте лайки. И пишите слово «понятно». «Победа». Доисфорная задача.